Театр это великое средство проповеди. Митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл совершил чин освещения обновленного здания Екатеринбургского театра юного зрителя. В этом году ТЮС отмечает свое 85-летие на новой сцене. Екатеринбургский ТЮС один из самых старейших и известнейших театров для детей и молодежи в России. После капитального ремонта в прошлом году он обрет на одну из самых современных сцен на Урале. После ремонта ТЮС сохранил только внешний облик. Внутри была проведена перепланировка помещений, выполнена замена всех инженерных сетей и коммуникации. В большом зале была полностью заменена механика сцены. Установлено оборудование, позволяющее погружаться в звуковое пространство спектакля. Кроме главного корпуса был построен малый зал на 150 мест. Официальное открытие обновленного театра состоялось 18 ноября 2014 года в исторический день рождения Екатеринбурга. В этом году по просьбе дирекции театра новую сцену осветил глава Екатеринбургской епархии. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, окропление воды все освященное. Бег сподопритворится всякое лукавое детсовское действие. Аминь. Вадыка Кирилл окропил новые залы театра, гримерки за кулисами и другие помещения ТЮЗа. После чего поздравил директора и сотрудников учреждения культуры с этим событием. Позвольте вас поблагодарить за то, что вы нашли время и приняли участие лично в чине освящения театра. Мы очень гордимся этим и очень рады. Потому что вновь обретенный наш дом теперь будет еще с покровами Господа и нашими молитвами. Театр это великое средство проповеди. И, конечно, как каждое слово может человека низвергнуть в ад, а другое слово может человека поднять до дарая, так и в театре можно упасть до самых последних и низменных страстей и человека вергнуть в самую глубь всего того, что в нормальном обществе не принято говорить. А с другой стороны, можно так воодушевить, так поднять дух, что человек может через слово, произнесенное со сцены, начать менять свою жизнь. В завершении мероприятия директор ТЮЗа Светлана Учайкина провела для Владыки Кирилла небольшую экскурсию, показала выставку, оформленную в холле перед главным залом, а также рассказала об истории театра, актерах и спектаклях.